Мы говорим дальше о другой социальной реформе, о монетизации льгот. Об этом долго говорили, вот теперь это становится реальностью. Первые льготы, которые чиновники хотят перевести в наличную форму, это проезд в общественном транспорте. Сколько украинцы смогут получать на руки ежемесячно? И почему некоторые города уже отказались от этой монетизации льгот, выясняла Инна Томина. Проехать бесплатно в транспорте по пенсионному или удостоверению участника АТО. Теперь эта повсеместная практика может измениться. В правительстве решили, собственникам корочек льготы будут конвертировать в живые деньги. А вот все финансовое бремя ляжет на местные бюджеты. Органам местного самоуправления предоставлено право устанавливать любое количество поездок для льготников, но не менее, чем минимальная социальная норма. То есть, если местный совет примет решение о монетизации льгот, он должен установить и соответствующие социальные нормативы. Правда, когда заработает монетизация льгот, точной даты нет. Говорят, примерно через два месяца. В Минсоцполитике еще документ дорабатывают. Очень много в этом постановлении таких вопросов, то, что местная власть может водить или не водить. Ну, это запутывает людей, да, потому что в одном городе может быть введено, в другом городе не введено. Как будут начислять деньги, какие суммы и где их можно будет получить? Все главные вопросы пока без ответов. Как на практике будет действовать монетизация льгот, в регионах пока не знают. Например, в Черновцах пока только разрабатывают формулу расчета. Пока она выглядит так. 30 поездок в месяц, умноженные на среднюю стоимость проезда. Дальше мы подивимся, ну, уровни местного самовыдования подивлятся возможности бюджета. И я сподіваюсь на то, что вартость, кількість проезда, таких поездок в коммунальном транспорте будет сбільшена. То есть по нехитрым математическим расчетам получается полторы сотни гривен льготнику на руки. Выгода весьма сомнительная. Эти деньги явно не покроют транспортные расходы людей. Ведь 30 поездок в месяц – это очень мало. Кроме того, пока неясно при использовании каких видов транспорта будет работать монетизация. В Черновцах, говорят, пока только для коммунального. Да и сами льготники пока не разобрались, что же получат в итоге. Но уже понимают, монетизация установит лимит. Из-за поездки сверх нормы придется доплачивать из своего кармана. Боится то, Александр Ковтон уже территориально льготное уравнение выводит. Но в столице пока тоже не все ясно. Пенсионерка Раиса Ахметовна уверяет – 30 поездок в месяц крайне мало. Их хватит недели на две. Женщина хоть и не работает, но транспортом пользуется ежедневно. Ну а как же, конечно, ездим больше, конечно, но ежедневно ездим туда и обратно. Я вам хочу сказать – туда и обратно. А иногда с пересадками. Даже я, несмотря ни на что, я же не могу идти пешком. Я сажусь хоть на две остановки, на один транспорт, потом сажусь на второй транспорт. Как мне удобно. Живет Раиса Ахметовна на Троещине, в отдаленном спальном районе столицы. В пешей доступности от дома нет ни рынка, ни нужной коммунальной аптеки. Хочешь, не хочешь – приходится ездить. Без льготного было бы накладно для пенсионерки. Все дорого. А с другой стороны, пенсионеров много, если так разобраться. Ну что поделаешь. Мы отработали свое. Кстати, в самом транспорте тоже только и разговоров. Что о грядущей монетизации. Разъяснить нам все согласились в транспортной комиссии Киевсовета. Говорят, с монетизацией система перевозки льготников не изменится. Мол, в столице ее уже практически упорядочили. Ввели карту киевлянина. В 2015 году уже произошла так называемая монетизация ПИЛЬГ. Почему? Потому что с государственного бюджета перестали на места и области центра по статье перевозки давать. Уряд просто навел уже в належность все документы. А вот когда в стране заработает система электронного билета, наступит и вовсе идеальный контроль перевозок. Безналичный. Готовки не будет, а будут коррестоваться все электронным квитком. Но пока до этого далеко, а идея монетизации в целом, говорят эксперты, весьма привлекательна. Особенно для экономии бюджета и для самих перевозчиков. За счет внедрения монетизации перевозчики будут зарабатывать где-то плюс 10-12% от валового дохода в связи с внедрением данного закона. То есть перевозчики оценивают эту перспективу позитивно. Им это в плюс. Но будут ли в плюсе сами льготники? Все зависит от формулы, которую так старательно выписывают чиновники.